С вами Борис Тенцов и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Вчера в Нью-Йорке было знаменательное событие – ежегодный марш «Салют Израиль». Люди, которые относятся к Израилю как к родному, много-много людей, тысячи людей пришли на Пятую Эвеню. Было здорово, было такое единство, ощущение, что всех этих людей объединяет и отношение к этой стране, и общие заботы, общее видение будущего. И это было здорово. Поэтому мне показалось, что сегодня было бы очень хорошо, если бы к нам в гости пришел человек, который… Как вам это объяснить? Человек, который, в общем-то, вся его жизнь состояла и состоит из того, что он старается свое видение мира, свое отношение к миру, отношение к ситуации проявлять. И не просто проявлять, а делать что-то такое, чтобы действительно его точка зрения, его видение стало достоянием людей. Когда мы думали, как моего гостя подписать, вы сейчас с ним познакомились, ну, он, конечно же, инженер, он, конечно, у него много других разных умений, специальностей, но мы сошлись на том, что Владимир Йоффе профессиональный, в общем-то, был антисоветчик. У него даже была кличка Уолтер, Уолтер. А сегодня он Владимир Йоффе или Владимир Джаффе. Это уже на английском языке, он уже американец, много лет. И поэтому у нас есть возможность с вами проследить очень интересную, познавательную для нас многих, поскольку многие уже и даже забывать стали, жизнь молодого человека, который начинал воплощать свое видение и отношение к миру еще в Советском Союзе и продолжает это делать здесь. Потому что многие из нас приехали в Америку, приехали в Израиль, и как-то вот вся эта былая удаль общественная, она потихоньку сошла на нет. Ну, я понимаю это по-человечески. Жизнь заматывает, надо учиться, надо детей подымать, надо свои бытовые вопросы решать. С Владимиром Йоффе, с Владимиром Джаффе так не получилось. У нас в гостях. Волтер, это в СССР, Владимир Лев, это здесь. Владимир, приветствую. Приветствую. Ничего, я не открыл секреты по поводу российского, советского... Кроме как профессиональный антицоветчик, во-первых, профессиональный по определению то, за что платят деньги, я это делаю как бы из... Ты хочешь сказать, что ты не получал деньги? Честно, вот давай. Если честно, за это можно было угодить. Очень-очень далеко у меня я был. Вот настолько близок к тому, когда меня вызвали на Лубянку, заставляли работать на КГБ. Так что, если бы и платили, то, наверное, то, что здесь называют... То есть, если бы платили, то платили бы КГБ, а не минимальная оплата. Но в то же время ты себя проявлял. Ты себя как бы позиционировал. Вот, к сожалению, к сожалению, мне не удалось... То есть, есть фильм, как он называется? Секреты третьей корзины. Секреты третьей корзины. То есть, люди, которые после нашей передачи захотят посмотреть, секреты третьей корзины. В этом фильме есть маленький эпизод. К сожалению, авторское право мне не удалось заполучить, и поэтому этот эпизод мы не покажем. Мы его расскажем на пальцах и устно. Там есть такой эпизод. Перестройка началась. Горбачев желал бы, чтобы весь мир видел, как все меняется. И поэтому создается фильм, съемки которого ведутся в Авере. И случайно наш герой, наш сегодняшний гость, случайно, действительно, случайно... Это случайно было? Это абсолютно случайно. Случайно оказался в кабинете Авера, куда пришел для получения визы. Расскажи, пожалуйста, что это было? Фильм, на самом деле, эпизод с Авером, это лишь мало и толика всего этого фильма. И что хотелось показать автору этого фильма, в частности, это то, что стало легче выезжать из СССР во времена Горбачевской перестройки, чем было раньше. И поэтому, когда мы заходили в Авере, они снимали этот фильм... То есть ты входишь в кабинет, вот сидит там офицер... Офицер, да. Да, и камеры. И камера, да. И ты не испугался? Ты не сказал, не-не-не, только не снимать. Ну, я как бы знаком с камерами, я работал... Но это же СССР, или тебя уже это не пугало? Во-первых, это уже не СССР, потому что я пришел получать выездную визу после того, как перестал быть гражданином СССР. А, ты уже отказался, уже платил деньги? Заплатив эквивалент семи месячных зарплат, если так подумать, эквивалент семи месячных зарплат за то, чтобы меня лишили права, на которое, на самом деле, имел абсолютно полное право сохранять гражданство. Потому что, когда задали этот вопрос, а вопрос был, как сказать, задан с подковыркой, в смысле, что раньше было тяжело, а вот как сейчас? Я не подался на этот вопрос, отвечая, что да, сейчас стало легче, потому что действительно стало легче. Я начал с того, что ответил следующим образом. Понимаете, в 1975 году ваш генеральный секретарь, он уже ваш, я уже не гражданин СССР, в Херсинге подписал соглашение, в соответствии с которым каждый человек, гражданин страны, глава которой подписал это соглашение, имеет право на свободный въезд и выезд из страны. И дальше, как бы в этом духе, продолжал рассказывать о том, что происходит в СССР. Но мне понравилась твоя фраза, когда меня спросили, а все-таки, зачем вы уезжаете? И твой аргумент был такой, знаешь, ну, по-простому. Я не могу стать здесь генеральным секретарем ЦК КПСС, да? В принципе, я сказал, в принципе. А самое интересное то, что я этот фильм увидел здесь уже много-много лет спустя. Мои родители видели этот фильм, поскольку в СССР было всего-то раз, два, три общался каналов, то практически вся страна видела этот фильм. И как мне потом рассказывали, когда у других спрашивали, а зачем вы уезжаете в СССР? Они использовали как бы мой аргумент. Ну, потому что я принципиально не могу стать, дело принципа, я не могу стать президентом или генеральным секретарем этой страны, поэтому я уезжаю. Да. Мне было приятно. Окей. И вот такой вот профессиональный, как мы уже поняли, не получавший ничего, никаких денег ни с той, ни с другой стороны, американцы тоже тебе не платили. А самое интересное, кстати, вспомнил еще один эпизод, что когда, ведь, как я сказал, я как бы привык к камерам. А в Советском Союзе было принято так, что если на тебя направлена камера, то ты должен как бы по струнке выстроиться, смотреть прямо в камеру, сжать руки. И поэтому, когда нам вручал этот офицер, который там работал эти визы, он меня поздравил. Я спросил, а с чем вы меня поздравляете? С событиями светлого будущего? Я не знаю, долго ли продолжалась у него карьера после этого. Да, но вот у нас есть несколько фотографий, и мы с этого, как бы, с этого эпизода, который мы слышали, они перекликаются. Вот если мы посмотрим сейчас с вами первую, вторую, третью, а потом четвертую фотографию, мы их прокомментируем. Это вот московская квартира, откуда ты уезжаешь? Вот посредине это есть ты, такой симпатичный, худощавый. Под Анжелой Дэвис ты работал тогда? Да, нет, на самом деле, что мне очень помогало, это то, что я был очень похож на иностранца. И меня никто не принимал за гражданина СССР, вот с этой прической афро, с той одеждой, которая у меня была. И самый смешной эпизод, что у меня родители жили в Крыму. И, ну, как положено, я несколько раз в год ездил к ним в Крым, и, садясь в купе, люди начинают знакомиться, раскрывают всякие котомки, выпивку и так далее. И начинают представляться друг к другу, и через какое-то время они вдруг меня спрашивают, а почему вы так хорошо говорите по-русски? Потому что я всегда отвечал, а почему вы должны плохо говорить по-русски? Кстати, я знаю о том, что ты готовился к выезду, ты учил английский язык, ты не хибро, учил, ты учил английский. Ты знал, что твое место в Америке, ты собирался быть президентом Соединенных Штатов, или ты знал, что не можешь, не можешь этого? Понятно. Вот это такая фотография. Вот еще одна у нас есть такая тревожный сигнал, это комсомольский прожектор, да? Что ты инженер технического отдела, за прогул, да-да-да-да-да-да-да, объявляет тебе строгий выговор. И депремирован. Вот первый раз слышишь такое слово. Депремирован. Да, итоги. На 50%? На 50%. Премию, половину премии. Ну, как бы из старого я получил. Ну, понятно, понятно. Это ты хранишь как доказательство, как жилось. Еще одна фотография, это следующая фотография, такая естественная, которую многие из нас, конечно же, из своей жизни помнят. Это перрон. Где это, какого вокзала? Оста, Виталия. Это Виталия, да, я вижу Оста. Вот котомки, вот наши чемоданы. Интересно, в музеях где-то они лежат, наверное, все эти чемоданы котомки. Да. И четвертую фотографию я хочу, чтобы вы посмотрели. Это первый день Нью-Йорки. Это не просто первый день Нью-Йорки, это первый день в Америке, естественно. Первое утро совпало с моим днем рождения. Это был самый лучший подарок в жизни. Я мечтал об этом буквально всю жизнь. Ну, и погода сопутствовала. И ты отправился на Бруклин-Бридж. Скажи, пожалуйста, вот ты учил английский язык. Не просто учил, у тебя даже ученики были, да? Да. Ты изучал вместе с ними. И ты как-то рассказывал мне, что рассматривали карты Нью-Йорка, там вот какие-то станции, какие-то мосты. То есть Бруклин-Бридж это для тебя было такое знаковое для тебя важное место. Ты знал, что вот он там есть, я должен на него попасть мгновенно. Бруклин-Бридж, да, но плюс все остальное, естественно, статуи свободы, потому что оттуда открывался вид на статуи свободы, на эти World Trade Center, который был еще в то время. И что касается метро, как раз вот с вашим коллегой Геннадием Коцовым, мы только что разговаривали, он вспомнил эпизод, когда я смотрел на карту метро-ритена. Я знал, что там есть скоростные поезда, есть поезда местного значения. Но я никак не мог понять, хотя я не выдавал этого, как вообще ходят скоростные поезда, поскольку в моем понятии в московском метро там была одна ветка, одно полотно в одном направлении, другое полотно в другом направлении. Убей меня, не мог понять, как это было. Пока не зашел, естественно. Теперь, ну как ты знаешь, правда, 20 лет. Я смотрю, что у тебя была определенная пресса, скажем так. Брали интервью периодически у тебя. Ты в каком году приехал? В 1988-м. В 1988-м, да. Вот я смотрю, есть газеты за, вот три газеты, это снимки 5, 6, 7. Вот если мы их посмотрим, мы увидим «Welcome, Walter». Еще старое имя, старое имя. Да, да, вот скажи, пожалуйста, а почему на тебя... Вот следующие, например, просто чтобы мы представили. «America, paradise on earth». Да. А, это ты написал. «My turn». И следующие «Bring it you in Russia». Вы меня трассировали. Да, скажи, пожалуйста, это ты писал, тебя журналисты находили, ты был примечен, что происходило, почему такая популярность? Что-то я писал, что-то журналисты, это в основном было во Флориде. И так получилось, что они отмечали, скажем, вот эта статья насчет «America is paradise», что они искали какого-то иммигранта. Это был остров Марко-Айнлд в Флориде, где всего 10 тысяч человек. И иммигрантом-то было раз-два я общался. Поэтому так получилось, что вот меня порекомендовали, взяли интервью, но я не мог на них держаться, рассказав о том. Ну, тем более ты знал английский язык, ты мог вещи назвать своими именами. Да, да. Вещи своими именами. Но вот что интересно, вот ты приезжаешь в Америку, ты стремился сюда, ты ненавидишь, мягко говоря, тот режим, который тогда тебя там держал в Советском Союзе, и ты хотел как можно скорее его покинуть. Ты приезжаешь в Америку. На какой день или месяц у тебя произошло разочарование? На самом деле, по определению, когда мы говорим о мечте, вот в этой статье как раз было употреблено слово «paradise», рай, в раю нет места обыденным вещам. В частности, когда мы вышли в город, в JFK, в аэропорту, с одной стороны, мы увидели вот те автобусы школьные, которые мы видели в фильмах, желтые такси, потом мы сели в этот автобус и стали ехать по Венвик-экспресс-вэй того периода, вот с такими кочками. Как бы это... Мы начали приближаться к реальности. В тот же вечер... Из вас стало вытряхивать вот такой ненужной романтичности. Романтичности. Одно не противоречит другому, одно дополняет другого. Просто в этом нет места, а тут как бы появляется место реальности. Вот и все. Потом мы приехали в гостиницу. Когда мы езжали из Москвы, как бы ни старались, мы не могли вытравить всех тараканов всегда. И когда я уезжал, я попрощался с тараканами, думал, что их больше никогда в жизни не увижу. Тут мы оказываемся в гостинице в Бруклине, поэтому, собственно, Бруклинский мост оказался прямо за углом. Включаем свет в туалете, и вдруг... Не просто таких маленьких прусаков, а я вижу тараканов, которые я в жизни никогда не видел. Сестра долго вспоминала этот эпизод, когда мы сели на краешей кровати и стали думать. Отчего же мы уехали, к чему приехали? Мы знали, к чему приехали. Просто вот эта реальность, как бы, ну... Это ты мне напомнил песню была, такая песня, открывает крышку, приезжает на Северный полюс, не поможет в поле, веселая компания, над крышечкой сидит. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, ты уехал с сестрой. Да. Вот ты рассказываешь, что вот вместе вы воспринимали как бы Америку первые дни. У вас такая многослойная иммиграция. Вначале уехали твои бабушка с дедушкой, да? Это были 70-е годы. Да. Родители, отец был военный, и вы пока остаетесь. Да. Как реагировали родители, военный отец? Он не говорил, папа, мама, вы уедете, а что со мной будет? Ну, на самом деле, как казалось, как я узнал позже, он помог родителям моей мамы уехать из СССР, написав письмо Косыгину, потому что получилось так, что моя бабушка, она, ну, сводная бабушка, в том смысле, что моя родная бабушка умерла, когда ей было всего там 25 или 26 лет, или около того. А с этой сводной бабушкой мой дедушка познакомился, освобождая Аушвиц. То есть она была узником этого лагеря и выжила, к счастью. Она всегда была подданной Румынией, хотя ее язык родной был венгерский. Она жила в Трансильвании. Поэтому, приехав в СССР, она никогда не принимала российское подданство. Все ее родственники жили за границей, кроме нее. Понятно. И поэтому, как бы, вот это был долгий процесс, они всегда хотели уехать, и, наконец-то, уехали. Мой отец помогал, отвечая, как бы, на вопрос. Несмотря на то, что он был военный, он абсолютно их поддерживал. Смотрел, да. Нормально. И так проходит 10 лет практически, да, чуть более. Собираются внуки. То есть ты со своей сестрой родной. Да. Выезжает. Проходит еще сколько-то лет, да? Уезжает мой отец. Еще 5 лет. Уезжает. Отец уходит в отставку, да? Да, да. К тому же, он все еще был военным. И уходит в отставки и уезжает. Мы еще поговорим о твоих отношениях с отцом и насколько отец был твоим единомышленником. А вот когда в Советском Союзе ну, как бы, ты себя проявлял, отец как-то тебя тормозил, останавливал, предостерегал, волновался. Вот первая фотография, которую показали в моей квартире, один самый высокий человек, который на этой фотографии, это очень известный американский актер. Майк Феррелл. А, это было первое фотографии, самое первое. Да, самое первое. Вот мы сейчас видим, да? Я об этом тогда не знал. Если вы посмотрите, второй слева человек, это мой отец. И я абсолютно уверен, что за ним сидели КГБ. То есть я в этом не стремиваюсь, и не на тени сомнений. И он никогда тебе не говорил, слушай, сынок, Володя... Полностью поддерживал. Ты полностью поддерживал. Потому что я знаю много, много молодых людей, которые отменили или передвинули свой выезд в связи с тем, что родители говорили, у меня будут неприятности, меня могут выгнать с работы, посадить, из-за того, что я соглашусь. Он же должен был подписать, в то время же подписывали, да? Ну... Что ребенок уезжает, тем более двое детей. Да, нет, он был абсолютно полностью за. Полностью. Несмотря на то, что его родной отец, он был, если можно сказать, употреблять слово, ярый коммунист. То есть он абсолютно верил. Из-за этого у нас были кикатринии. А уехала пара, это по материнской линии? Материнской линии, да. Он был коммунист до последней минуты. И только тогда, когда он был уже в госпитале, когда он, можно сказать, умирал, и никто из райкома партии к нему не пришел, потому что для него рокомпатер, это было все как родная семья. Вот только в последние, буквально, ну, дни, месяцы жизни он полностью зачерзывался, да, в системе. А какие это годы были? Это был, сейчас скажу, я был уже в институте в 80-е. То есть до твоего отъезда еще, да? Да, да, да. Дома отъезда, конечно, задолго. У него уже стало закрадываться сомнения в человечестве этого. Это был очень короткий промежуток. Человек болен, к нему никто не пришел, через какой-то рим он умирает. Так что... Итак, мы в Америке, мы уже в Америке. Ты уже увидел таракану, ты уже понял, что жизнь, она везде жизнь, и без таракана нельзя. Скажи, пожалуйста, как ты себя искал здесь, как общественный человек? Как хотелось как-то себя проявлять? Или ты думал, что надо зарабатывать, свою специальность подтверждать, надо как-то что-то делать? Как ты пытался себя найти? Во-первых, одно из ощущений, которые я помню, прежде чем мы дойдем до Америки, когда мы пересекали воздушное пространство из СССР. Я домогал этих несчастных бортпроводниц, пытаясь выяснить, когда же мы, наконец, покинем пространство СССР. Второй момент, я знал, что как бы юридически до тех пор, как ты находишься. Извини. Скажи, пожалуйста, для чего это? Это чисто было эмоционально. 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 Это было первый раз, ты покидал пределы Советского Союза. Ты никогда не ездил в турпоездки. Что там говорить про поездки за рубеж, когда я работаю в своей собственной стране, это другой, как бы, интересный эпизод. Я не мог ехать по работе, говоря, профессионализм, по работе в так называемые закрытые зоны своей собственной страны. Но это тебя возмущает. Меня лично это не возмущало. Я уже настолько был привычен ко всему этому. Я знал, это закрытая зона. Нет, я к тому, что тут речь идет о выезде за границу. Конечно, нет, кто же меня отпустит. То есть ты вот так смотрел в окно и говорил, о, о, пересекаем. Так я смотрел, я спрашивал, и как только двумя ногами я встал на австрийскую землю, я знал, что все, теперь я абсолютно свободен. До тех пор, говоря об этом, вспоминаю, мне до тех пор возникают вот эти чувства, которые испытывал в тот момент, когда я наконец-то оказался абсолютно свободен спустя вот 28 лет, почти 29 лет. Да, я бы хотел, чтобы вы посмотрели сейчас девятую фотографию, а потом будет восьмая. Девятая фотография. Почему девятую? Потому что, если вы посмотрите внимательно на этих двух молодых людей, вы поймете, что это наш герой, а рядом с ним кандидат или, нет, претендент на Белый дом. Удавшийся. То есть сбывается твоя мечта, ты не мог быть там генеральным секретарем, а здесь даже не понять, кто из вас ровнее ли ты двигаешься в Белый дом. По крайней мере, оба улыбаемся. Оба выглядите так респектабельно, оба готовы исполнить. Скажи, пожалуйста, ты республиканец. Да. Ярый. Да. Как ты дошел до этого? На самом деле, выбор... Ведь, в общем-то, ты вначале приехал в Бруклин. Я вначале приехал в Бруклин. И Бруклин, это и в Нью-Йорк, это место, где демократы имеют большую силу, умеют себя ободать. После этого, спустя буквально несколько месяцев, я поселился в Манхэттене. В принципе, с тем же самым результатом, естественно, где денег-то не было, естественно, поэтому я снимал квартиру с двумя другими американскими ребятами. И когда я был в СССР, во-первых, я себя готовил в том плане, что, общаясь с американцами, не просто с ними общался, не просто говорил, за ними наблюдал, наблюдал за манерами, манеризмами, за выражением. Это когда жил с ними в квартире? Ну, 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 когда жил там. Чтобы приехать сюда, поскольку я всегда хотел сюда приехать, я себя чувствовал достаточно комфортно вот в плане общения. И в тот период, и для меня, как бы, американцы были, ну, более-менее шиты одинаково, в том смысле, что я еще не очень-то понимал, что и республиканцы, и демократы, когда, например, мои друзья американские, я восхищался Рейганом, говорил, какой Рейган классный, они как бы кривились, говорили, что вообще Рейган идиот. Я не как могу понять, как вообще кто-то может говорить такие фразы о таком человеке, как Ронард Рейган. Приехав сюда, спустя одного достаточно короткий перевод времени, благодаря отчасти своим соседям по комнате, я понял, что, оказывается, есть как бы, ну, разные взгляды на многие вещи. И отчасти, это как раз была предвыборная кампания нашего мэра. Диккенс заканчивал свой срок, и Джулиани как бы, стал нашим новым мэром. И когда мои соседи как бы были за демократов и за Диккенса, я не могу понять, что как бы я только приехал, но мне уже ясно, что это... А почему ясно? Вот почему уже? Можешь вспомнить немножко, как у тебя вот появлялась вот эта ясность? Наверное, могу. Я не мог еще, может быть, четко сформулировать, как это соотносится с жизнью в Америке, но абсолютно точно мог это сформулировать по их отношению, а именно демократов, левых, к той стране, которую только что покинул, по их отношению к социализму. Я стал понимать, как вообще демократы, лифтисты могут что-то положительное говорить о той стране, где, вот как меня назвали, я был профессиональным антисоветчиком. И тогда у меня как бы стало... Да, мы сейчас... Я бы хотел, чтобы мы посмотрели немножко, немножко... Ой, у меня упало, но не страшно. Видео. У нас есть видео, которое... Которое... Вот покажет ту деятельность, которая меня впечатлила. Есть интервью твои. Сколько у тебя интервью, которое ты сделал в Union Square в Нью-Йорке? А интервью много, только видео, там больше 200 на YouTube. Более 200 сюжетов, которые ты снимаешь. Снимал. Да. То есть... Продолжают. Объясни мне, вот в чем задача вот этих вот сюжетов, почему ты это делаешь? Во-первых, ты опять же, хотя ты и профессионально это делаешь, но ты не получаешь за это никаких денег. Как же? То есть 200 видео сюжетов. Ты приходишь с камерой, ты приходишь в какие-то специальные дни? А самый лучший день это 1 мая. 1 мая. День солидарности трудящихся всего мира. То есть ты провокатор? Я задаю вопросы. Я их не провоцирую. Вот человек стоит с плакатом, человек ратует за социализм. Я просто спрашиваю, что ну хорошо, вы хотите социализм, а вот как вы представляете, это будет выглядеть в конечном результате, в конечном итоге. А самое главное, как вы пытаетесь к этому дойти? И вот каждый раз задавая один и тот же вопрос, а какие ваши шаги? Ведь когда мы что-то планируем сделать, даже приехав, скажем, в студию, я планирую встать, почистить зубы, принять душ, одеться, сесть в машину и так далее. Вы хотите построить коммунизм, более сложный процесс, чем приехать в студию. Вот как вы себе планируете, с чего вы начнете, как этот процесс будет происходить? И никто из них не может дать мне ответа, потому что его нет. И что, каждый год ты приезжаешь, чтобы убедиться в этом еще раз, что они не поуменели, или что? А для того, чтобы, поскольку это делалось на английском языке и как бы получило достаточно большой резонанс, чему я очень благодарен и очень рад, что у меня появилась возможность высказаться для достаточно большой аудитории, включая интервью на Fax News, например. А другим людям, которые еще где-то сомневаются, ведь я не знал, кому принадлежит эта фраза, как оказалось, например, Черчиллю, которая сказала, что когда тебе 25 лет и ты республиканец, у тебя нет, или правы, у тебя нет сердца. Но когда тебе 40 лет и ты все еще социалист, у тебя нет головы. Так вот, для тех, кому еще 25, и который приближается к 40, чтобы, ну, может быть, ускорить этот процесс. То есть, ты как бы пытаешься людям показать их самих, если они заблуждаются? Их самих, если они с одной стороны, как бы вот эту группу, как бы, посмотрите со стороны, как это все выглядит, как это все. Ты видел результаты своих многочисленных интервью. Бывало такое, что ты приходишь на это же место, в Юнион Сквере, в Нью-Йорке, и видишь, что какой-то человек, вот раньше он был красный, а теперь он зеленый. Я не вижу, но поскольку, как бы, пишут, есть много комментариев, и самый лучший комментарий, который я получаю, это когда мне пишут, что вот, ты знаешь, вот я посмотрел видео, и как бы ты меня убедил, вот я был, как бы, думал вот так вот, а вот теперь все-таки я вот думаю, что да, наверное, ты был прав, все-таки, а я был вот не прав. Для меня это самый лучший подарок, когда это происходит. Это происходит. Большое дело, то есть ты получаешь обратную серию. Однозначно, да. Вот есть еще, сейчас мы посмотрим еще, у нас пару минут фотографии, а потом уже сразу начнем вторую часть с фильмом. Вот, например, десятая, одиннадцатая, двенадцатая фотография, вот давайте так посмотрим. Вот десятая фотография, ну, ты участвуешь в избирательных кампаниях, да? Вот Боб Тернер, это был республиканец в Квинсе, да? Да, Special Action, Plains Brooklyn. Да, да, да. Тебя кто-то нанимал, тебя кто-то звонил и говорил, вот я периодически получаю письма от Барака Обамы, от других, там, Борис, мы нуждаемся в твоей помощи и так далее. Я понимаю, что это все идет миллионным тиражом и совершенно никуда не заглядывая. Я так думаю. Ты получал письма, и поэтому ты пошел на улицу с этими плакатами? Не только я не получал письма, а я такие даю, делаю взносы республиканскую партию, делаю взносы к конкретным кандидатам, которые мне нравятся. Вот, например, это один из кандидатов, Один из кандидатов, да. Это республиканская Republican Jewish Coalition, это в Неваде каждый год происходят такие встречи, и там есть возможность видеться с потенциальными нашими будущими президентами, надеюсь. И это тебе такие встречи что-то дают? Конечно. Ты что-то узнаешь, ты что-то пытаешься... Ну, вот, например, возьмем Ромни. Это было чисто такое, ну, как тебе сказать, парадное фото. Ты же не мог, времени не было, задать им вопрос, сказать, вот я вот приехал на самом деле было. Я еще, как бы на YouTube этого видео нет, у меня есть видео, где мы с ним как бы немного общаемся, где я говорю о том, что я из бывшего СССР, ему как бы понравилась эта идея, человек из бывшего СССР. И это непросто. Вот, да. Так вот, если мы возьмем 13-е фотографии, мы увидим, что иногда тебя приглашают и на некоторые телевизионные студии. Ну, естественно, самое лучшее это Артиен, куда ты сегодня пришел. Ну, естественно. Спасибо, да. Следующий идет Fox News. Так вот, скажи, пожалуйста, чем было вызвано, что вот тебя затащили на Fox News? В 2011 году я оказался на площади в нижней части Манхэттена, где Зукоти Парк, где собирались так называемые Occupy Wall Street. Я увидел много всяких плакатов у меня в особенности, как бы возмущают плакаты с портретами Че Гевара, и там был другой плакат за социализм. Я разговаривался с женщиной, с каким-то другим молодым человеком, задавая вопрос, потому что для меня лучшим показателем разницы между системами является сравнение таких систем, как, например, когда была Восточная Германия, Западная Германия, таких стран больше не осталось, кроме Северной Кореи и Южной Кореи. Одна и та же страна, одна и та же традиция, язык, ресурсы, все остальное, одна лишь разница, система. И в результате этого люди в Северной Корее прибегают каннибализму, до этого доходят дело, в то время как Южная Корея является одной из самых процветающих стран мира. И когда я задал вопрос, чем Северная Корея отличается от Южной Кореи, ее ответ был просто шокирующим, когда она сказала, что в Северной Корее рабочие получают приличную зарплату. И когда я это разместил на YouTube, то, что называется, это видео пошло, сделалось viral, как называть по-английски. И после этого оно попало в Fax News, попало, у меня было много радиоинтервью. Я пригласил. Хорошо, вот на этой волне приглашали, пригласили сегодня, мы с вами остановимся для того, чтобы посмотреть рекламу. После этого мы продолжим наш разговор с Владимиром Иоффе. Как вы уже поняли, человеком активной позиции в своей жизни. Реклама. Внимание, внимание, для вас интересные сообщения. Дом отдыха «Фантазия» приглашает на летний отдых в Кастильский горах на берегу озера. Трехразовое питание, русское телевидение, оборудованные пляжи, лодки, водные велосипеды, русская парная, детская площадка, но что может быть лучше? Справки по телефону 646-529-69-17 и 845-557-35-50. Звоните, а лучше приезжайте. По статистике специалистов Davidson Ambulance Assist русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута это слишком поздно? Заботьтесь о своем здоровье вовремя. Запишите телефон скорой помощи Davidson Assist 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Русско-американский фонд представляет 7 июня с 11 утра грандиозный фестиваль в Бруклине в Сисайд-парке. Выступление лучших детских коллективов. Балет, вернисаж, шахматный турнир, ярмарка, бесплатные медицинские тесты и консультации известных врачей. Тысячи подарков. Звездный гость фестиваля Авраам Руссо. Любите предо мной, живите красочно. 7 июня с 11 утра грандиозный фестиваль в Сисайд-парке. Вход свободный. Дневной центр для пожилых людей «Рука в руке». Это место, где посетители находят так необходимые в их возрасте заботу и теплоту. Здесь есть все. Библиотека, игры по интересам, бильярд, спортивные тренажеры, комнаты отдыха, проводятся встречи с интересными людьми. Персонал центра не просто делает свою работу, а в буквальном смысле живет жизнью посетителей. Здесь умеют радоваться жизни и весело проводить время. Приходите к нам и убедитесь, что центр «Рука в руке» это место, где царят забота, теплота и любовь. Так будьте здоровы, живите 120, и чтобы к врачам не пришлось обращаться. А если придется искать к ним дорогу, вам в центре врачей Кагановских помогут. Чтоб долго в диагнозе не сомневались, возьмут все, что надо у вас на анализ и вылечат хворь и любую заразу. Все, кто придет в Ужменикал в глазу. Ваша последняя надежда не умирает. Врач-кардиолог Рон Стивенс дает вам шанс на жизнь. Знаете, почему? Высокий профессионализм, многолетняя практическая деятельность, научные труды, преподавание в лучших школах Большого Нью-Йорка в сочетании с великолепными человеческими достоинствами, чуткостью и вниманием, терпением и уважением пациентам. Вот основные качества доктора Рона Стивенса. Ocean Medical Plaza золотой ключик к вашему здоровью. С вами Борис Тенцер. Мы продолжаем передачу «Контакт по понедельник». Олег, можно попросить у вас листик бумаги, который я хотел тут засчитать? Спасибо. Ну, прежде всего, у нас в гостях Владимир Йоффе. Человек, который готовил себя к выезду из Советского Союза задолго до того, как самолет пересек границу и он ощутил себя свободным человеком. Он называет себя профессиональным антисоветчиком. Сегодня это звучит немножко, может быть, для некоторых людей как-то, ну, знаете, так пикантно. Сегодня вообще как бы антисоветчик, это что-то такое далекое. Вспомните, смотрите, уже 25 лет, как Советский Союз чуть меньше, как Советский Союз прекратил существование. Сегодня другие проблемы решаются между теми странами, которые раньше составляли собой единый Советский Союз. Но мы должны это помнить, потому что если мы не будем помнить, то, как говорили древние философы, мы обязаны будем пережить все сначала. и хорошее, и плохое. Владимир Йопе, он же, его называли Волтер, он же Владимир Джапе сегодня, наш гость. И мы узнаем о том, как молодой человек, который вырос в Москве, вырос в России, вырос в Советском Союзе, продолжает вести активный образ жизни, не просто активный, свою позицию активно представляет в этой жизни, в которой он сегодня живет в Америке. Хотя, конечно же, и у него были разочарования, и у него были какие-то нестыковки с тем, как он представлял себе жизнь в Америке и в Нью-Йорке. У нас есть несколько видеофильмов, которые я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели, вот то, что мы успеем посмотреть. Ну, прежде всего, есть такой видеофильм, который показывает Парад Побед, то, что Парад Победы, Парад Салют Израиля, который вчера прошел в... Пожалуйста, посмотрите. Эта запись сделана не вчера, это давно сделано, еще несколько лет тому назад. смотри, это ты на параде, но ты представляешь, как бы... Какую организацию? С одной стороны... Это, я понимаю, не так, не русскоговорящие евреи Америки, да? Да, такая тоже есть. Да, это есть, конечно же есть. А вот то, что вот сейчас идет? Вот то, что вы видели фотографию до этого с бывшим губернатором штата Техаса, Рик Перри, в Неваде, это та же самая организация, Republican Jewish Coalition. Много лет им разрешали маршировать вдоль Пятой Авеню на этом параде. Пока нам не запретили маршировать. Потому что, как бы, у нас же в Нью-Йорке, как вы знаете, в основном все демократы и левые, они решили, что, ну как, республиканские, их же объявляют, кто марширует, как республиканцы в Нью-Йорке и еще евреи, она же меньшинство, у нас всего-то каких-то 25% легкого того республиканцев, могут маршировать вдоль Пятой Авене. То есть, вчера вы не маршировали? Нет, у меня не было возможности. Все понятно. Хорошо, это вот первый такой сюжет, который нам рассказывают. Затем, если мы посмотрим внимательно на тебя и на то, как ты относишься к жизни, я обратил внимание, что у тебя есть много фильмов о твоем, ну, это связано как бы и с Израилем, и еврейской историей. Для тебя это действительно важно, ведь ты готовился к Америке, ты не готовился к Израилю. Ты себя чувствовал евреем? Израилю, я чувствовал антисоветчикам. Одна из первых вещей, которые я делал достаточно активно, это то, что называлось Горка. Вы с Москвы помните, что Горка называлась хральная синагога на этом переулке, уже забыл, как называется, в Москве. На Старой Блочке. Да, я там был очень активный, я был организатором, скажем так, первого еврейского клуба одиноких, как бы мальчиков-девочек, и я могу сказать, что благодаря мне несколько пар смогли найти друг друга. Ирония, в частности, заключалась в том, что в больнице один из моих приятелей работал полиция Кащенко, психушки, и он там устроил дискотеки. Так вот, до сих пор люди вспоминают, что мы... Хорошо звучали. В качестве больнице Кащенко дискотека. Да, так вот, что я обратил внимание, мы сейчас посмотрим второй видеосюжет. Это видеосюжет, который ты снял в Музее террора в Будапеште. Да? Музее террора в Будапеште. Пожалуйста, покажите нам второй сейчас эпизод, вот этот музей. Скажи, пожалуйста, почему... Почему ты отправляешься в этот музей? Почему это тебя настолько трогает, что ты в Будапешт, едешь в Будапешт и едешь в этот музей? Отсматривай. Дело в том, что когда вот вы сказали, что коммунизм, Советский Союз, распался, что это дело прошлое, 20-25 лет тому назад или около того, на самом деле, к сожалению, отголоски этого живут сегодня. Я считаю, что все зло от 20 века и теперь 21 века исходит из того, что произошло в 2017 году. Потому что если так подумать... И тебе важно было побывать здесь, увидеть, почувствовать, что пережили те люди, которые прошли через эти застенки? Например, казематы, то, что сейчас показывают. Я представил себе, что я мог оказаться в этих же казематах. Я не уверен, что после этого... Тебе нужна была вот эта подпитка или как бы утверждение внутри себя самого? Какие-то вещи или что? Нет, мне было просто интересно. Мне много чего интересует. Это одна из вещей, которая меня интересует. Это люди, которые прошли через эти казематы? Это те, которые прошли, да. И не вышли живыми оттуда. Но самое главное, это то, что этот катарсис, очистка происходит во всех странах Восточной Европы. Это очистка, которая произошла от нацизма. В то же самое время в Советском Союзе идет прямо предположенный процесс. Это очень-очень ужасное и страшное время. У нас есть следующий эпизод. Это у нас Будапешт был. Потом ты посещаешь Прагу. Прага, это будет следующий эпизод. Сейчас его нам покажут. Это Прага, в которой тоже как бы ты идешь по следам людей, отдавших свою жизнь, боровшихся против этого режима. То есть, скажи, пожалуйста, это познание самого себя или это, опять же, та благородная миссия кому-то рассказать и кого-то переубедить? Начать с того, что в то время, как бы обо мне никто не знал, у меня не был YouTube-чанел. Это было до того, как я был на интервью в Fox News. Я просто снимал, во-первых, для себя. А во-вторых, мне было интересно видеть собственными глазами, где же происходили вот эти события, которые я так часто видел в документальных фильмах. Да, вот мы можем посмотреть сейчас Прагу. Пожалуйста, покажите нам этот эпизод. Ну, поскольку здесь ты говоришь недалековато и на английском, о чем ты говоришь сейчас? Я говорю о том, что, например, на колоннах вот этого здания, по-моему, здание Праламент, если ошибаюсь, до сих пор можно видеть отколотые куски, от следы пули, следы снарядов. Танки стояли прямо вот на этой авене и стреляли прямой наводкой по этому зданию. И я просто могу представить, что происходило в умах у тех людей в 68-м году, которые вдруг отказались под пулями оккупированных войск России. Это живо сегодня, потому что это то, что происходит сейчас в Крыму, произошло в Крыму, то, что происходит сейчас на Украине. А вот эти два студента, которые сожгли себя, знах протеста. Да, ты вот сейчас сказал про Крым, про Украину, но вот ты приехал, ты видел вот этот памятник, эти пули, эти следы. Мог бы ты сейчас вспомнить, что ты думал тогда, глядя на все это? Внутри все кипело, потому что я вспоминаю жизнь в Советском Союзе. Как бы я это проецирую на то место, где я жил. И в то же самое время, я как бы думаю о том, что, опять же, если взять сегодняшнее время или время того периода, были народы, которые хотели свободы. Русский народ — это рабы. Это рабы, которые были тысячи лет рабами, у них остался рабский менталитет, и у них будет рабский менталитет в ближайшем обозривом будущем. Это очень печально. Да. Ну и вот после того, что ты был в Будапеште, ты был в Праге, меня очень впечатлил видеосюжет, который ты снял в Израиле. Очень нечасто, нечасто, скажем так, люди, посещающие Израиль, снимают вот такой сюжет. Едут туда, куда поехали вы. Ты и твой отец. Вы поехали к границе с газом. Вы поехали практически в газу. Ты хотел увидеть, что это такое? Я хотел его, на самом деле, вопреки моего отца. Я хотел прийти еще ближе, пойти прямо вот в это здание таможенное, что было там, к Керем Кроссинг. Он наотрез отказался, поэтому решил, окей, хорошо, туда мы не пойдем. Да, нам сейчас следующий эпизод покажут, следующий видеосюжет, который это путешествие в Израиль, поездка в Израиль Владимира вместе со своим отцом Леонидом. И вот они отправились в газу. Приезжаем сюда. Приезжайте из газа. То есть вы взяли машину и поехали посмотреть, что такое. Вот это место, да, Сдерот, газа, что это такое? Первое, что я хотел посмотреть, это как бы, я так понимаю, что я турист. Но я приехал туда, наоборот. Это вот та самая граница, это пропускной пункт, да? Вы подъезжаете туда. Но ты хотел даже пойти с ними и выяснять отношения, что ли? Не, но просто ведь граница есть граница. Я никогда не забуду, скажем, эпизод, когда еще в Советском Союзе там что-то строили, я был по одну сторону забора, а меня прогоняют с этого места, говоря, что я должен идти подальше. Я стал спорить, минуточку, если граница, ты хоть на миллиметр находишься на эту сторону, ты нарушаешь. Но ты круто. На миллиметр на эту сторону, ты как бы на своей территории. Так здесь, до тех пор, пока я хоть максимально близко подъезжаю к этому забору, я все еще на территории Израиля, чего не бояться? Я все еще в Израиле. Вас никто нигде не останавливал, ничего не говорил, ты что, ты едешь, чем... Ну, кроме отца нет. Да. Вот и есть, пока мы это смотрим, я бы хотел тебя спросить, отец твоей жизни, я все время вижу с ним, то есть, на параде, ты с отцом, на поездках, в казематах, ты с отцом. Вы отец твой соратник? Отец твой единомышленник? Соратник, единомышленник, да. Мы с ним были очень близки, очень близки. Даже там в СССР, несмотря на то, что он был военный, он слушал голос Америки. Это многие, да, слушали. Ну, как бы военные, предполагается, что я отец, как бы коммунист, что другой может быть. Но вот разделять с тобой вот это время, ехать там в Газу, ехать с Деррот, ехать в Будапешт, ехать в Прагу, это была твоя инициатива? Или он иногда тоже говорил, давай вот это еще раз? Ну, 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 вот это мы видим твоего отца. Это на заправочной станции. Заправочной станции, где я говорю о том, что вот где стоит этот грузовик, утром этого дня разорвалась одна из восьми ракет, выпущенных с территории Газа. В это самое утро. То есть, теоретически, мы могли бы попасть под эти самые ракеты, если бы приехали чуть раньше. Вы думали об этом, когда вы туда ехали? Да, я думал, я не боялся. Я не боялся по той простой причине, что я рассуждал, люди живут там постоянно. Мы туристы. Вы приехали на пару дней или пару минут, буквально проехать мимо этого места. Неужели я буду бояться? Да. Говорят, пуля дура, да? Был случай такой, когда американская туристка попала под обстрел. Понятно. И интересно, что вот мы сейчас увидим, вдруг вы, вот это вот место, да, вокруг изгорода, на границе с Газой. Вот Газа настолько близко, вот так если подумать, забравшись на холм, видны ваши враги. Вот настолько они близко находятся. Трудно представить же, в Америке, в этой огромной стране, что враг может находиться вот так. А вот парень, который, кстати, погиб. Русский мальчик. Да, и вот совершенно случайно, совершенно, вот сколько много случайностей таких в твоей жизни. В этот день туда приехал премьер-министр Израиля. Все очень правильно. Приехал на Тмиягу. И вот сейчас вы увидите несколько кадров, которые тоже характеризуют это твой отец, Леонид, вечная его память. Его нету, да? Да. И это могила этого погибшего, да? И вот в это время приехал премьер-министр Израиля. Приехал. И вы можете увидеть, уважаемые телезрители, сейчас буквально еще несколько, может быть, мгновений, секунд, вы можете увидеть, насколько в Израиле нет вот этого барьера, который обычно, когда приезжает, особенно рассказывает, я знаю, Путин, Обама и кто-то другое, полгорода зачищается, ставятся снайперы со всех сторон и так далее. Сейчас вы увидите, как подъезжает премьер-министр Израиля, приезжает в то место, которое утром еще сегодня, ну, тогда это, в то утро, да, было в стрел. Да, разорвалась одна из ракет. И вот он приезжает туда, приезжает группа журналистов, приезжает он, чтобы посмотреть на месте, как и что. Вот это журналисты, наверное, не знали, как бы люди эвакуируются. Они приехали в первую очередь снимать вот из тех людей, которые эвакуируют из зерона. И вот тогда детей и эвакуировались. Но это не весь город эвакуировался, людей, смотри, тут всего ничего, какие-то... Я возмущал эту прессу, я не могу смотреть на ту левую прессу, которая только выбирает эпизоды, чтобы только очернить Израиль. В большинстве своих. А что можно было здесь, в Черниске? Какую можно здесь Чернуху показывать, если люди эвакуируют все свои храные донули? Многие стояли, ничего не снимали, то есть, обратили внимание. Им это интересно было. Я не знаю, о чем он говорит, это девочка, мне очень понравилась ее экспансивность. А скажи, пожалуйста, вот ты приехал в Израиль, это была туристическая поездка или вы просто с отцом в Израиль? Это конкретно поездка, это не первая наша поездка в Израиль, естественно, она совпадала, по-моему, с 60-летием, с 60-летием сестры моей мамы. То есть, мы приехали на день рождения, но одновременно совместили с туром по всему Израилю. Мы были в Илате, по-разному, были в Иордании, в Египте. Людям путешествовать. Да. Как много, как часто ты вообще путешествуешь туда? Потому что я видел фотографии, есть фотографии, где ты приезжаешь в Грецию и там снимаешься на фоне красных флагов и на все больше 50 стран. Ты посетил? Посетил, да. И везде ты стараешься найти... И вот я спрашиваю этого мужика, где упала ракета, он показал пальцем, где сейчас мы подойдем туда, к тому месту, где разорвалась ракета, буквально несколько часов до нашего прибытия. А как реагировали твои родственники? Вот приехали, в общем-то, специально для встречи с родственниками. Как они реагировали, что вы едете там куда-то чуть ли не в газу, в здоровье? Я не уверен, что я им говорил это, но я думаю, что они нормально среагировали. Может, сказали бы, ну, как бы на свой страх и риск. Но я считаю, что статистически шансы значительно выше погибнуть в автомобильной катастрофе, даже в Израиле. Вот, кстати, вот приезжает на Тимьягу, как раз подъезжает. И я смотрю, что вы спокойно снимаете, вы спокойно как бы находитесь рядом, и это не является каким-то таким событием, что весь город уже не живет и не дышит. Вот он... Ну, это будни Израиля. Это то, к чему израильтяне привыкают. Они привыкают, что член правительства, премьер-министр, это человек, который, в общем-то... из народа. Да, наш... По-настоящему. ...еврей, к которому можно подойти и сказать все, что ты о нем думаешь. Это иногда даже... как-то кажется странным, и хочется даже этого человека остановить. Ну вот, видишь, солдат что-то такое, там ему рассказывает, прислючает, ясно, не подставленный, не подставленная никакая. Но вы это все наблюдали, а для вас-то все это очень важно. Да, ну вот, все, такой вот маленький эпизод. Сейчас я хочу попросить, показать номер телефона студии, пожалуйста, звоните, это прямой эфир, 201-461-1384. Мы сегодня с вами имели, имели, еще имеем 10 минут возможность познакомиться с человеком активным, активным, воспринимающим и окружающую жизнь, и относящийся к ним. И это очень уникально в том плане, что очень часто, как я уже говорил, находясь еще в Советском Союзе, мы за что-то боролись, мы что-то пытались там чью-то доказать, мы возмущались, а приехав туда, куда мы стремились, в Израиль, в Америку, кто в Германию, Австралию, еще куда-то, многие из нас успокаиваются, многие из нас даже не находят возможности там участвовать в каких-то митингах, протестах, которые часто организовываются в поддержку Израиля. нам уже как бы не до этого, у нас уже, естественно, работа, мы устали, у нас есть много других дел, и сохранить вот этот вот запал, что ли, этот вот стержень, который у нас когда-то был и в юности, и вообще там, мы не всегда можем. Владимир Йоффе, такой вот прекрасный пример, который меня лично очень-очень, не скажу потряс, но очень приятно удивил. Владимир, есть какие-то планы, идеи, вот, претворять, уже столько материалов, 200 филов, 200 видеосюжетов, столько наблюдений, столько поездок, как это, во что это должно вылиться в конечном итоге? Вылиться в том, что этот канал будет расширяться, вот и все. Все, что нужно сделать, кстати, если кто-то хочет найти канал и говорит по-английски, сделать поиск по former Soviet citizen, потому что все свои видео в названии я включаю фразу former Soviet citizen. Это нет, это мы говорим про, да, но я имею в виду, ты, у тебя есть, есть, у тебя есть веб-сайт, вот где все это, только YouTube. Только YouTube. А почему ты не делаешь веб-сайт, где все это, было обобщенно? Я не могу объяснить необъятное. Тебя хватает пока только на это? У меня хватает только на это, да. Но президентом Америки ты не станешь. Да. Я знаю, почему в этом разница. В Советском Союзе об этом не говорили, а здесь я знаю, на что я могу претендовать. Надо родиться, ты не родился. Мальвина, Вашингтон, здравствуйте, Мальвина, вы с нами. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое господину Тенцеру за эту передачу. Это надо почаще делать, эти передачи. Что касается Вашего гостя, я не расслышала фамилия Владимир Йоффе? Да, Владимир Йоффе. Ну, хорошо. Значит, я хочу вот что сказать. Я с ним согласна с каждым его словом. Абсолютно. Я такая же антисоветчица, как и он. И такая же профессиональная? Да. Которая не получала денег? Профессиональная. Господин Терцер, я выступала у Вас пару раз, вернее, звонила Вам, один раз по Украине, даже имея Ваш e-mail, да. И я очень хорошо знаю Бориса Окунева, его книга, вот, старческая болезнь и бирализм, старческая болезнь и бирализм, у меня настольная. Кроме того, мой муж тоже был очень большой антисоветчик. Он двоюродный правнук Циолковского. Он, мы жили в Киеве, он был Мальвина, я Вам очень признательный за звонок. Нам осталось ровно 4 минуты, я бы хотел хотя бы еще один звонок. А Ваш голос услышать было очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое. Большое спасибо. Продолжайте смотреть передачи «Контакт» по понедельникам. Кстати, меня спрашивает мой адрес, имейл, я просто быстренько скажу «Tensor» это моя фамилия «Tensor». И в конце «B» одно слово «TensorB» это gmail.com «TensorB» как там «TensorB» gmail.com Пожалуйста, у нас Филадельфия. Кто там у нас на Филадельфии? Алло? Алекс. Здравствуйте, Алекс, вы с нами. Здравствуйте. У меня два немальчих вопроса вашему свидетелю Владимиру. Что он полезного сделал для Америки? И второй вопрос, кто его финансирует? О! Прекрасный вопрос. Спасибо, Алекс. Да, полезного сделал то, что я создал как минимум около 10 рабочих мест. Ты бизнесмен, у тебя своя компания. У меня своя компания. И финансирование идет с моей собственной компанией. Все очень просто. То есть, это твои деньги? Это мои деньги. Твои деньги. Мне кажется, Алекса уже нет, но я думаю, что он должен остаться доволен. Мы сегодня не касались твоей, может быть, Алекс прав, что он как бы задал вопрос, а что же ты в Америке делаешь, кроме того, что бываешь на республиканских съездах? Что на самом деле ты бизнесмен, ты успешный бизнесмен, ты молодчина, ты сделал свою жизнь независимую от каких-то там пособий, от каких-то там, я не знаю, денег со стороны. Ты работаешь, ты зарабатываешь, и ты нормальный американец. И кормлю других. И кормлю других. Вот ты сказал, 10 человек работают, это большое дело. Единственное, что я действительно немножко, как бы, ну не то, что печален, но обескуражен слегка. Почему ты все это свое достояние, сколько сделанного, не соберешь в одном храме, который называется сейчас веб-сайт или что-нибудь еще. Ну, я думаю, что ты еще будешь иметь возможность подумать. Потому что, когда я готовился к передаче и много отсматривал, мне приходилось в разных местах искать какие-то, какие-то видео, какую-то информацию. И это занимало время и немножко напрягало. Мне кажется, чтобы людям было проще увидеть такого человека, каким являешься ты, а ты уникальный, по-хорошему уникальный человек. Если ты там был профессиональным антисоветчиком, то я думаю, что здесь ты профессиональный как ты? Пока я любитель. Любитель. Я уже ничего не получаю. Любитель, который очень профессионально, очень чистосердечно старается людям донести то, что тебя волнует. Это еврейская сторона еврейской жизни. Правильно я говорю? Да. И ну, те демократические принципы, которые ты отстаиваешь. Да. В данном случае ты республиканец. Ну что ж, мне только остается сказать, что наверняка кто-нибудь сегодня задумывается, а что он сделал. Вот видишь, Алекс задал тебе вопрос, что ты сделал для Америки. Может быть, есть смысл каждому из нас спросить, как в свое время Кеннеги говорил, да, вы думаете не о том, что вам дала страна, что вы дали своей стране. 100%. Вот может быть, сегодня мы дали повод кому-нибудь задуматься и спросить, слушай, а что я сделал для Америки? Ничего не взял и плачу налоги. Спасибо. Вам спасибо. У нас в гостях был Владимир Йоффе и была передача «Контакт по понедельнику», которую для вас вел Борис Тенсор. До новых встреч по понедельнику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова